Современное просвещение перестало быть чем-то сложным и скучным. Благодаря проекту «Энергия и науки» теперь каждый может узнать новое, поспорить с ученым и задать свои вопросы. Например, сегодня школьники гимназии номер один узнали, что такое быть грамотным в наши дни. Многие считают, что грамотность – это отсутствие ошибок в устной и письменной речи. Известный филолог Владимир Пахомов отмечает, такое мнение верное, но не полное. Грамотность, по его мнению, необходима прежде всего для комфортного общения между людьми. Грамотность сейчас – это не только умение читать и писать, это еще и знание того, каким словарям обращаться, как правильно себя вести в пространстве коммуникации и так далее. А грамотность нам нужна просто, чтобы мы друг друга понимали, чтобы мы общались, не расшифровывая, что же хотел сказать или написать собеседник. Также Владимир Пахомов считает, что обучение грамотности должно происходить в интересной форме. Очень часто русский язык воспринимается как что-то скучное, занудное, разговор о правилах, разговор о нормах. Все, что связано с игрой, с развлечением, помогает приблизить русский язык к нам. Именно поэтому вместо классической лекции школьники оказались участниками филологического интерактива. Например, старое произношение слова «дождь» проиллюстрировали не словарной статьей, а песни Филиппа Киркорова. Новаторские методы Владимира Пахомова пришлись по душе старшеклассникам. Мне очень нравится его форма подачи. Интересная не в плане лекции, а в плане диалога со слушателями. Доступная подача информации для каждого – главная цель проекта «Энергия науки», в рамках которого состоялась лекция. Проект «Энергия науки» – это проект сети информационных центров. У нас есть возможность перевести действительно интересного спикера в регион, чтобы он рассказал о самых последних достижениях науки, технологиях, каких-то новых открытиях и исследованиях. Проект помогает детям и взрослым познакомиться с современной наукой. Спикеры-участники работают во многих научных областях и регулярно проводят подобные мероприятия в различных регионах России.